МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Сегодня выпуски. И даже время невластно. Вечный огонь в Новочебоксарске отныне будет гореть всегда. Пока не поехала крыша, в Чебоксарах продолжается реализация муниципальной программы по капитальному ремонту домов. Признать виновным экс-главе администрации Мариинско-Пасадского района вынесли приговор. 27 января. День полного освобождения Ленинграда. 71 год назад блокадное кольцо вокруг города на Неве было окончательно разорвано. Сегодня в Новочебоксарске в честь этого события и в память о других героических страницах Великой Отечественной зажгли вечный огонь. Чаша вечного огня на Аллее Славы в Новочебоксарске появилась давно, но зажигали ее только по большим праздникам, в День Победы. Отныне огонь будет гореть постоянно. И решение было принято, что этот огонь, огонь памяти, памяти тех героических славных подвигов наших дедов и отцов останется всегда гореть, и он больше никогда не потухнет. Все меньше становится ветеранах тех героических событий. Но память о наших героях, кто защитил свободу и независимость нашей Родины, она из поколения в поколение будет оставаться в сердцах нашего народа. Из трех миллионов жителей до освобождения дотянули 1 миллион 200 тысяч человек. Остальные умерли от голода, холода, болезней и бомбежек. Но Ленинградская блокада – лишь одна из славных и трагических страниц нашей истории. В течение четырех военных лет каждую минуту переставало биться 10 сердец. Свет, померкнувший для них, вспыхивает вновь в отблесках вечного огня. Я наплакалась, конечно, у нас в семье тоже погибшие, и папа, и брат его. Ну, в общем, мы тоже пострадали. Ложатся к вечному огню цветы в память о тех, кто отдал свою молодость, свои мечты, свою жизнь за нас. Мы перед ними в ответе. За Родину, за мир, за будущее наших детей. Мы не забудем никогда героизм нашего народа. Мы не забудем никогда павших наших дедов, прадедов, которые отдали жизни не только в защите нашей Родины, а в освобождении Европы. Сегодня попытки наглых фашистов, вновь поднимающих голову, типа Яценюка и министра иностранных дел Польши, которые наглым образом врут и пытаются навязать молодежи те факты, которые якобы Советский Союз напал на Украину, на Германию, такую чушь несут, что противно слушать. А мы, мы должны молодежи, и молодежь сама, она все понимает, вот когда будет у нас эти огни гореть, и не надо забыться о нашем подвиге, о нашей истории. Мы уверены, что у нас молодежь понятливая и будут продолжать традиции. Есть вещи, которые не нужно объяснять. И одна из них – вечный огонь, который теперь горит и в Новочебоксарске. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня же все прогрессивное человечество отмечает еще одну памятную дату – 70-летие освобождения с Венцима или Аушвитца. В польском городке фашисты устроили один из самых страшных лагерей смерти. 66 257... Клавдия Александровна Ковачич, тогда 18-летней комсомолка из Черкасской области, попала в плен в 1943 году и два с половиной года провела в одном из лагерей Освенцима. Но когда пришли наши, силы узников все равно были на исходе. Начали нас кормить, начали переводить, потому что очень много больные были, вот, изможденные были. Мы больше лежали на нары. «Труд освобождает», было написано на воротах этого конвейера смерти. Освободиться в январе 1945-го, когда в Освенцим пришли солдаты Красной Армии, смогли 7,5 тысяч человек. Около полутора миллионов погибли. И миллион сто тысяч из этих погибших были евреями. День освобождения узников Освенцима советскими войсками Организация Объединенных Наций объявила Международным днем памяти жертв Холокоста. А для Клавдии Ковачича 27 января – день, когда началась ее вторая жизнь. Елена Гальперина, Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков. Республика. Сократить очередь в детские сады полностью в республике планируют в следующем году. Только в Чебоксарах в 2015-м намерены возвести два новых объекта. Чувашия вошла в список лучших регионов по созданию новых дошкольных мест. Сейчас Чувашию называют лидером и по расходованию субсидий, которые выделяются на ремонт и реконструкцию детских садов. Недавно это отметили на федеральном селекторном совещании в Москве, в котором принимала участие депутат Государственной Думы Алена Аршинова. В прошлом году в республике было открыто 15 дошкольных учреждений, ликвидирована очередность среди ребят в возрасте от 3 до 7 лет. Теперь стоит задача создать места для полуторагодовалых ребятишек. Для того, чтобы притворить эти планы в жизнь, был запущен проект «Детские сады детям». В его рамках в стране было создано более 700 тысяч дошкольных мест. Накануне распахнул свои двери детский сад на улице Лебедева. И, как правило, мы стараемся следить за тем, чтобы введенные детские садики были недорогими. Поэтому и одновременно, чтобы отвечали всем правилам безопасности, и действительно, чтобы родители были спокойны, что детский сад, вы же знаете, теперь это еще и ступень образования, поэтому по Конституции бесплатное вот такое образование и в детском саду в том числе гарантируется нашим государством получение этого образования нашим даже маленьким деткам. Поэтому указ президента к 2016 году нужно выполнить. Я, как федеральный руководитель вот этого проекта «Детские сады детям» очень горжусь Чувашской республикой, что Чувашская республика в числе лидеров по подготовке документации, по заключению соглашений, по получению субсидий и по расходованию. Самые талантливые ребята в Чувашии в начале этого года решили покорить юмористический Олимп. Впервые в местной КВНской истории муниципальная команда города Чебоксары под названием Чуваши приняла участие в международном фестивале команд клуба веселых и находчивых «Кевин-2015». О том, как проходили состязания и что интересного было в Сочи, члены команды рассказали на встрече с главой Чувашии. Кевин на этот раз базировался на территории горного курорта «Горки-город», расположенного на высоте 540 метров над уровнем моря. Организация мощная прямо в этом году. Очень все как-то по-доброму, как всегда. Приехало более 5000 человек, и все-все-все друзья. Они важны, откуда ты, кто ты. Очень круто, как всегда. Участие в таком престижном конкурсе – это своего рода визитная карточка всей республики на международном федеральном уровне. Кроме того, это еще и прекрасная возможность познакомиться с коллегами по клубу. Хотим выйти немножко в другие лиги, а сюда приглашать команды из других городов, тем самым показывая все плюсы и гостеприимства, и организации всех-всех-всех моментов, в том числе и в плане КВН. Поэтому лично от себя еще раз хочу сказать огромное спасибо за поддержку, огромное спасибо за то, что первое ваше послание молодежи надо верить. Мы это ощущаем каждый на себе и надеемся, что, и верим, что так оно и будет дальше. Уверенность в своих силах обязательно дает результат, сказал на встрече Михаил Игнатьев. Повлекаете друг друга, зажигаете друг друга, и по сути, и по содержательной части вы практически правильно делаете с учетом всего того, потому что несете доброе имя чувашского народа, прежде всего улучшаете деловой климат вообще чувашской республики. И на самом деле сегодня, если в целом взять, молодежь ищет пути, ищет варианты, где себе можно самореализовать. Вот один из, наверное, инструментов, который на сегодняшний день вы делаете, как раз это, наверное, есть. Чуваши наравне с сотнями команд КВН со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья достойно показали себя на фестивальных просмотрах. И как результат попадание команды в одну из центральных лиг КВН, Лигу Москвы и Подмосковья, Лампа. Ближайшее будущее, поехать играть в Москву в этом году, и уже тьфу-тьфу-тьфу, в следующем году, дай бог, попадем как минимум в премьер-лигу КВН «Первый канал». КВН-движение в Чувашии вот уже 15 лет поднимает настроение всем жителям нашей республики. Все три лиги КВН – Школьная, Высшая и Столица – собирают на своих концертах немало зрителей. В 2014 году Лига Столицы получила официальную регистрацию в компании «Амик.ру». Ребята передали главе Чувашии благодарственное письмо от Александра Маслякова. Мы обращались за помощью главе республики, да, и, конечно же, он оказал нам большую поддержку. План на будущее только вперед-вперед-вперед, Чувашия вперед. У КВН-щиков большие планы. Скоро в столицу Чувашии приедут веселые и находчивые из набережных Челнов, Казани, Пятигорска, Норильска, Москвы и других городов. Кстати, в нашу команду КВН «Чувашия» успешно влился один из игроков соседнего города. Я приехал года четыре назад играть в Лигу столицы, опять же, за Шкралы. Здесь мы подружились вот с Пашей, Левым Радиком и как-то где-то полгода назад, где-то чуть год, может, они мне предложили играть в их команде. И, блин, это с удовольствием. Я, конечно, захотел это сразу свои родные люди. И теперь я наполовину Чуваш. Как говорят, КВН – это машина, которую трудно остановить. В командах постоянно происходит ротация. Роман Трофимов уже дважды выходил на всероссийский уровень. Я участвовал в команде КВН «Общага» в составе. То есть мы играли в премьер-лиге. И я делал сальто в основном. То есть танцевальная была команда. Я отвечал за акробатическую часть. В феврале этого года состоится галоконцерт ежегодного республиканского фестиваля команд КВН «Кевин Чуваший-2015». Кто успел соскучиться по студенческому юмору – приходите. В минувшем году в Красночитайском районе было открыто несколько социально значимых объектов. Так, совсем недавно начали свою работу три модернизированных учреждения культуры Петеркинского, Испуханского, Староатайского и сельских поселений. Открыт новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Новая Атай. И это еще не все. На этом месте пока только вырыт котлован и лежат строительные материалы. Но уже в конце 2015 года здесь будет красоваться новый детский садик на 160 мест, обещают местные власти. Еще один важный социально-экономический показатель района – в прошлом году ввели более 10 тысяч квадратных метров жилья за счет всех источников финансирования. Квартиры предоставили детям-сиротам, переселили граждан из ветхого и аварийного жилья. В основном мы представляем квартиры для детей-сирот строим. Полностью решили вопрос по переводу граждан из аварийного жилья. И в последнее время строим по принципу удалевого строительства. По представлению ветеранам жилья на очереди стояло… На сегодняшний день предоставили 248 квартир, тех, которые стояли в очереди. Но сегодня остается и очередность, потому что по представлению документов она как бы идет. И сегодня вопрос еще открытый остается по 14 ветеранам. Это вопрос как бы на контроле, и эта работа продолжается. Сегодня на улучшении жилищных условий у нас стоят еще более 680 граждан. Именно это по участию в разных программах. Это в основном по молодым семьям, молодые специалисты, граждане, которые стоят в очереди на улучшении жилищных условий. А так в районе сегодня, как уже отметил, имеется коммерческое жилье, свободное жилье. В 2015 году в рамках программы жилищного строительства района предусмотрено возведение еще одного 24-квартирного жилого дома. Это еще тысяча квадратных метров. Татьяна Трофимова, Игорь Поручиков, Сергей Рябчиков, Республика. Взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов в России в начале года стали, пожалуй, темой номер один. Вопросов как у населения, так и специалистов накопилось много. Как платить, куда и что делать с комиссией, которую взимают банки и другие организации за перевод платежей. Об этом сегодня говорили и на совещании в Доме правительства. Пенсионерка Мария Ивановна или председатель кабинета министров Чувашии. Проблемы в исполнении федерального закона о капитальном ремонте возникли общие. Не все, вот даже в Чебоксарске, я не получил платежку. Хоть мы с Олегом Ивановичем это обсуждаем, он говорит, что должен был получить, не получил. Поинтересовался у некоторых знакомых, из них многие тоже не получили. С чем это связано, почему? То есть отказывается управляющая компания ЦСЖ или это сбой в какой-то работе. Первые платежные документы за декабрь 2014 года до 15 декабря направлены в электронной форме до всех управляющих компаний ЦСЖ и ЖСК, управляющих компаний Чувашской республики. Они должны были по своему коду открыть, распечатать и вместе со своими платежными документами донести до собственников помещений. Однако порядка 10% платежных документов до жильцов так и не дошли. Некоторые укат, а ЦСЖ и ЖСК разносить документы попросту отказались, отметила Альпиада Епифанова. Дело в том, что за каждый платежный документ им компенсируют по одному рублю. Денег этих хватает только на бумагу и краску, чтобы документы распечатать. Между тем, принтеры есть не везде, так что заказывать приходится у сторонних организаций. Так, каждая платежка обходится уже в 4 рубля. Проблемы возникли со сбором платежей. Основной поток пошел через Почту России и Сбербанк, а те, в свою очередь, взимают комиссию. Получается, у нас очень более выгодные условия – это через терминалы и через онлайн-платежи. По Сбербанку 2% от суммы взноса, ну, если через, получается, за наличный расчет, через операторов, то 20 рублей у них порог. Через онлайн-платежи у них 1% от вносимой суммы. Со всеми проблемами предстоит и разбираться. Между тем, конкурсы среди подрядных организаций на разработку проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ уже объявлены. По двум определены победители. До 1 июля запланировано отремонтировать 281 дом. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Николай Яковлев. Республика. В Чебоксарах продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. 10 дней назад строители приступили к очередному объекту. Четырехэтажный дом по проспекту Ленина в этом году отмечают юбилей. К 55-летию подарком ему стал ремонт кровли. Она протекала много лет, а в последние годы из-за прогнивших перекрытий потолок над верхним этажом стал угрожающе прогибаться. Крыши надо делать, потому что капают там крыши, люди живут, жалуются. Дом был включен в муниципальную программу по капитальному ремонту. Так сказать, чтобы крыша не поехала. Стоимость работы оценили почти в 5,5 миллионов рублей. При этом, согласно программе, 25% затрат ложится на плечи собственников жилья. Большая сумма устроила не всех, но на общем собрании было решено, что комфорт важнее. Сложность была вызвана тем, что ремонт перекрытий производится. То есть тут перекрытия деревянные. Раньше утеплителем являлся тут, скажем, шлак, землей утепляли. Местами стало проваливаться. Работа сложная, требующая ответственности, оперативности, связанной с переселением граждан, проживающих на последних этажах. Жители четырех квартир верхнего этажа временно перебрались в маневренный жилой фонд. Возвращаться будут поэтапно, по мере выполнения работ. Сдать дом, точнее новую крышу, обещают в начале марта. Анастасия Алексеева, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. Все тайное становится явным. Экс-глава администрации Мариинско-Пасадского района признан виновным в совершении коррупционных преступлений. Следствие длилось больше года. Следствием и судом было установлено, что летом 2012 года Юрий Моисеев обеспечил своему подчиненному победу в аукционе по продаже земельного участка, чтобы после приобрести его самому. Кроме того, в ноябре того же года чиновник получил от местного предпринимателя одну тысячу долларов в качестве спонсорской помощи на празднование 400-летия дома Романовых в Марпасадском районе. Но деньги по целевому назначению не направил, а использовал по своему усмотрению. В июле 2013 года Моисеев пообещал тому же предпринимателю помочь ему одержать победу в конкурсе на приобретение земельного участка площадью свыше 16,5 гектаров в Маринско-Пасадском районе, а в последующем перевести эту землю в категорию земель, предназначенных для дачного строительства. 15 августа 2013 года, после того, как Галочкин, выступавший в качестве посредника при получении Моисеевым взятки, получил часть незаконного денежного награждения в размере 2 миллионов рублей, его действия были пересечены сотрудниками органов внутренних дел. В последующем все действия уже проходили под контролем оперативных сотрудников. И 16 августа 2013 года, когда Моисеев получил эти денежные средства от посредника, он также был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Сразу после этого в суд было направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда Юрию Моисееву назначено наказание в виде 11,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 280 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 3 года. А Галочкину в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф 8 миллионов рублей. За прошлый год в Чувашии снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. Однако аварии с участием нетрезвых водителей участились на 34%. С чем связан такой резкий скачок и какие меры в связи с этим будут приняты, рассказали на пресс-конференции МВД по Чувашии. Рейд ГИБДД «Нетрезвый водитель», баннеры на главных улицах, различные акции в эфире радиостанций и многие другие мероприятия были проведены с целью убедить водителей воздержаться от управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Однако статистика не радует. В истекшем году за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения освидетельствования оформлено 2043 водителя. Лишены водительских прав с наложением административного штрафа 1520 водителей, в том числе 14 водителей в состоянии наркотического опьянения. 321 водитель подвергнуты административному аресту. Немаловажную роль в выявлении нетрезвых водителей сыграла общественность и добровольные внештатные сотрудники ГИБДД. С их помощью удалось выявить порядка 500 нарушений за последние полгода. Каждый гражданин также может предотвратить ДТП, сообщив о несознательном водителе, севшем за руль транспортного средства в состоянии опьянения, позвонив по номеру телефона доверия. Таких фактов у нас достаточно, когда только по телефонным звонкам мы большое количество задерживали нетрезвых водителей. Но на статистику повлияла не только несознательность водителей. С прошлого года граждане, отказавшиеся от медицинского освидетельствования, также включены в списки нетрезвых. А с 1 июля этого года за повторное задержание водителя в состоянии опьянения, либо за отказ от медосвидетельствования, административная ответственность сменится уголовной. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах маршрутка вылетела на остановку общественного транспорта. ЧП произошло утром 27 января в 7.05 утра на остановке мясокомбинат. По предварительным данным, водитель «Шевроле Круз» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в микроавтобус «Пюжо». Того от удара и вынесло на остановку. Там в тот момент находилось три человека. В результате происшествия двоих человек госпитализировали. Пассажиры маршрутки не пострадали. От оперативной работы сотрудников пожарной службы зависит жизнь людей. Как правило, в случае крупного возгорания одной автоцистерны хватает всего на 5 минут бесперебойного тушения. Именно поэтому, пребывая к месту вызова, первым делом пожарные устанавливают свои машины на гидранты. И здесь самое главное, чтобы они были готовы к оперативному использованию. При пожаре нельзя терять ни минуты. В Чувашии службы МЧС регулярно проводят рейд-гидрант, чтобы проверить исправность водоисточников. Операция особенно актуальна зимой. Данный указатель пожарного гидранта обозначает то, что пожарный гидрант номер 245 находится на расстоянии 15 метров от данного жилого дома по улице 324 Струковой дивизии, дом 12. Расположен здесь, на этом месте, под снегом, наледью. То есть очистка данного гидранта не производится. Сотрудникам МЧС пришлось немало потрудиться, чтобы найти гидрант под сугробами, а затем еще привести его в рабочее состояние. Следить за тем, чтобы все гидранты были готовы к использованию, должны предприятия и управляющие компании, на чьей территории они находятся. К сожалению, не все коммунальщики добросовестно выполняют свои обязанности. А ведь порой от этого зависит чья-то жизнь. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. Над тем, чтобы строчка из песни стала реальностью, трудятся ученые. Возможно, их ряды в недалеком будущем пополнят и герои следующего сюжета. В Чувашском государственном университете прошли республиканские соревнования по робототехнике среди школьников. Без лыж, палок и вовсе не по снегу. Соревнования по биатлону среди роботов проходят совсем не так, как среди людей. Задача этих умных машин – пройти по дистанции, сбить или захватить препятствия. Заставить металл слушаться человека и запрограммировать кучу деталей на эти действия не так просто. А между тем, среди участников состязаний – школьники младших и средних классов. Это только один из этапов соревнований. Это соревнования отборочные. Отборочный тур – республиканские соревнования по робототехнике по направлению холлоу-робот. До этого отборочного тура на подобные же соревнования, но уже российского уровня, в Москву пойдут две команды. На соревнования по биатлону младшей категории до 11 лет и старшая категория до 15 лет по траектории. У своих питомцев участники знают каждый винтик и болтик. Отмечают – собрать робота еще полдела. Он вообще состоит из колес, два основных, мотор, контроллер, мозг вообще, по сути, робота, заднее колесо для поворотов и два датчика. Они для того, чтобы видеть линии. По сути, этого мало, и для этого мы еще создаем программу, которая управляет как раз этими моторами и датчиками. На вопрос, чем вам нравится конструирование роботов, участники не по-детски отвечают. Это развивает мозги и поможет стать хорошими инженерами. Планы, связанные с работостроением у молодежи, серьезные. Если мы хотим к 20 годам получить инженеров или к выпуску, сегодня у нас 21 год студент опускается, то мы должны начинать с пяти, а может даже еще раньше. Соответственно, то, что сейчас университет делает в рамках детской робототехники, это мы действительно себе готовим студентов более качественно, чем сегодня они поступают к нам. Судя по всему, эти дети уже знают, чем хотят заниматься, когда вырастут, а значит, цели организаторов соревнований и представителей Центра молодежного и инновационного творчества «Чувашии» достигнуты. Ольга Пыричкина, Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Услышав выражение «что, где, когда», мы обычно представляем себе телевизионный вариант интеллектуального турнира, где знатоки играют против телезрителей, отвечая на их вопросы. Однако нетелевизионные версии этой игры еще более популярны. В Национальной библиотеке «Чувашии» в честь Всероссийского дня студенчества на интеллектуальный турнир «Что, где, когда» собрались знатоки из вузов республики. Эрудиция в тренде. Иметь широкий кругозор и высокий IQ и полезно, и модно, и удобно. Блеснуть знаниями молодежь может во время интеллектуальных состязаний, которые в республике проводятся регулярно. Мы практически каждую неделю проводим в республике различные интеллектуальные игры. Среди них самое популярное, среди молодежи, это интеллектуальный фоу в Рафаиловский стерлок, а также «Что, где, когда». Молодежь, она хочет новое, она хочет узнавать, играть, показывать себя. Вот интеллектуальные игры, это можно показать себя, отвечать на вопрос, придумав вопрос. Просто собраться в команду и прийти, полезно, приятно провести время. На этот раз участникам нужно было дать ответы на 36 вопросов в трех турах. К примеру, кто автор знаменитого стихотворения «Эбир Пулна Пур Пулатбар»? «Мы были, есть и будем», фамилию которого можно перевести на русский язык как «Иди в Казань». Ответ – Петр Хузангай. Здесь были как начинающие игроки интеллектуальных игр, так и опытные команды. К примеру, «Алфабит» – команда игроков сборной различных факультетов Чувашского государственного университета. Не раз участвовала во всероссийских интеллектуальных проектах. В детстве я с отцом вместе смотрел эту игру по телевизору. И у меня была мечта когда-нибудь вообще сыграть в эту игру. Она очень увлекательна и интересна. В итоге у меня сначала создала своя команда, потом в университете на своем факультете у меня свой клуб интеллектуальных игр, в нем участвует порядка 8-9 команд. Вот почему играю – это хобби, это кайф от игры. Это кайф от того, что ты берешь вопрос, угадываешь или не угадываешь. Эти вот минутки счастья и поражения, они дополняют твою жизнь, и это очень классно, круто. По итогам интереснейшей игры победа досталась новичкам – команде волжского филиала «МАДИ». Вторые и третьи места заняли команды медицинского факультета – информатики и вычислительные техники, пупсики, а также «Алфабит». В течение года планируется проведение различных интеллектуальных игр, которые будут посвящены Году литературы в России, Константина Иванова в Чувашии, 70-летию победы в Великой Отечественной войне и многим другим темам. Анастасия Лангина, Евгений Анисимов, Республика. Народная артистка Чувашской Республики Татьяна Ефанова большую часть жизни провела на сцене русского драмтеатра и свой юбилей отпраздновала здесь же. Поздравляла актрису и наша съемочная группа. Актриса, мы постепенно познаем, какую жизнь сыграла шутку. Чужую жизнь играем, как свою. И стало быть, свою играем, как чужую. Полвека без одного года Татьяна Ефанова выходит на эту сцену. Меняются режиссеры, репертуар, зрители. Но она по-прежнему востребована и любима всеми. Когда вы читаете стихи, у меня такое ощущение, что я попадаю в серебряный век, в 19-й. Когда начинаете петь романсы, это бальзам, мед для души. Юбилей Татьяны Петровны. Тем не менее, она еще в строю. И, надеюсь, еще долго будет играть. Здоровья ей хотим пожелать. Все самое лучшее. Чтобы энергии хватало на долгие-долгие годы. И позволяло самочувствие, и настроение. И мы рады всегда встречать с ней. И публика всегда рада. И ходят специально посмотреть Татьяну Петровну. За плечами заслуженные артистки десятки главных ролей в самых разных постановках. Ее талант поражает воображение зрителей. И в свой юбилей Татьяна Ефанова себе не изменила. Главную героиню трагикомедии Альдо Николаи «Бабочка-бабочка» в ее исполнении зал встретил очень тепло. Неужели существует такое, что вам не хотелось вспомнить? Да. Например? А это мое тело. Сеньора! Сеньора! Может быть, что случилось? Что? Ваши дети! Что, что это? Ваши дети! Ну что? Помер! Упокой Господь его душу. Отмучился. Несмотря на полувековой опыт, на сцену актриса выходит каждый раз с новым настроем, чтобы сыграть новую жизнь. А зрительские овации для нее всегда будут лучшим подарком. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. У меня на сегодня все. Оставайтесь вместе с Национальным телевидением Чуваши. До свидания. Оставайтесь вместе с Национальным телевидением Чуваши.